Ну что, алкоголь, наркотики, осталось немного, мужы рок, рок, осталось немного, да, женщины, женщины, красивые-красивые девушки. И у нас в гостях Юлия. Ряшница. Я вот, я не знаю, я вот видишь, не стал называть фамилию, потому что боюсь поставить ударение не в том месте. О, красивые фотки. Она, мне кажется, работала в начальнике отдела. Есть еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, но для этого надо работать в офисе. Может быть, Юля как-то ведет офисную жизнь? Юль, заходите, не бойтесь. Юль, проходите быстрее, мы вас прям так ждем давно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вечернее платье, все как надо. Это бывает принесли в джинсах бесформенных. Здравствуйте. Присаживайтесь в мое кресло, я вам не грел. Куда угодно присаживайтесь. Спасибо. Мы сразу к теме перейдем или немножко по биографии Юлии? Нет, давай узнаем про Юлю. Юля, как правильно, во-первых, ставится фамилия? Ряшницева. Ряшницева. Да. Юля Ряшницева, 23 года. Да. Извините за эту бестактность. Родилась в Белоруссии. Да. И дальше самое интересное. Да, в детстве жила в Монголии 8 лет, там работала на радио. Вы работали ребенком на радио в Монголии? Нет, я 8 лет всего жила в Монголии. Во сколько вы начали работать в Монголии? В 16. Так, и как долго вы там проработали? Ну, я немного работала, работала 2 года. Потому что вас монголы не понимали? Нет, потому что я уехала потом. А сейчас час непонятной речи и еще более странной музыки. А вы недавно вернулись из Монголии, получается? Ну, судя, если вы в 16 были там, 8 лет работали. В 17 я уехала из Монголии, вот, совсем недавно. Что-то не сходит. Да, всего 5 лет назад. Вам 23 года? Да. Я уехала, когда мне было 12. 12. Плюс 8. 12 плюс 8. 20. Ну, из 16 до 18 с переменным успехом я там работала. Математика не мое сильное. Насколько можно успехов? Вы просто понимаете, был период времени, когда я там не жила. Я уезжала там на месяц, на два, на полгода. И возвращалась. Это выветрино с Монголии. Как, кстати, Монголия, правда? Красиво. Она красивая, она загадочная, но жить там тяжело. Тяжело почему? Потому что вы красивые? Ну, мне кажется, нет, мне кажется, что у молодежи как-то там нет места развития. А у вас кочевая радиостанция была? Простите. Ну, Монголы, они же кочевники. Нет, я жила в столице, там все очень цивильно, там цивилизация пришла туда все-таки. А вы на лошади умеете ездить? Умею. Ну, там очень маленькие лошади, они на пони очень похожи. А как они называются? Такие же лошади, у них там все лошади. Бэйби-лошадь? Есть лошади, которых они едят. Да ладно. Да, это красивые. А, то есть едим только красивых лошади. Это красивые, высокие лошади, специальные там, у них породы. А на некрасивых ездить, ну, действительно, логика не нарушена. А маленькие с сильными ножками это вот лошади, на которых они ездят. Подождите, стойте. Вы ели лошади? Да. Вот на девятую камеру скажите, пожалуйста. Да, я ела лошадь. Я ела лошадь. Как ее звали? Я не знаю, я не спрашиваю. В смысле? Ну как? А там есть рестораны такие, когда ты приходишь, вот перед тобой табун, и ты выбираешь, какую слизь? Нет, ну что такое говорить? Загон, и к тебе подводят официантскую тройку. Это национальное блюдо, то же самое, что баранина. Я не знаю, в некоторых странах едят собак, насколько я знаю. Ну, рядом там, кстати, недалеко нет. Просто у меня кто-то в голове, нет, баранина, это баранина, а лошадь это, не знаю. Лошадь, говядина, корова. Даже, стойте, у вас дрогнул хоть один нерв на лице, когда вам принесли лошадку? Ну почему лошадку? Лошадка. Лошадка? Мне принесли... Белокрылую лошадку. Мне принесли хороший стейк. Начнем с этого. Еще раз, пожалуйста. Мне принесли хороший стейк из лошади, я его съела. Я, если мне принесли хороший стейк, мне плевать на то, из кого или из чего он сделан. Отвечайте, где ваш Кольт? Ребят, по-моему, вы просто не пробовали, не знаете, что это такое. Я советую вам попробовать. Вы брутальная женщина, честно вам скажу. Я никогда не видел столько брутальности в таком прекрасном теле и платье. Ну ладно. Ладно, дальше, от лошадей дальше. Я коллекционирую гардеробные номерки. Ну вы что, еще и по этим самым театрам воруете? В смысле? Или вы приходите в плохой куртке? Как можно гардеробный номерок подбегать с собой? Я же девушка, я могу улыбнуться, я могу хорошо посмотреть, я могу просто сказать, что я его потеряла. Да, бывает такое. Я говорю, что я теряю номерок. Как потом действовать гардеробчику? Он мне говорит, что в нашем заведении номерок стоит 200 рублей, например. Сколько стоит ваша коллекция тогда такой вопрос? Я не считала, моя коллекция бесценна. Сколько у вас номерков? У меня около 50 номерков. 50 номерков? Да, но я совсем не да. А самый раритетный какой? Самый раритетный, это было в Белоруссии, нет, я была в старом ДК, в старинном вообще советского времени, и там такой, знаете, металлический, как ложки, вилки, алюминиевый номерочек. Номер был нарисован лаком для ногтей, но он был стерт. Вот это самое раритетное было место в том. А с чего вы начали вообще? Как может прийти в Гулу, собирать номерки? Я случайно обнаружила после мероприятия, у тебя в сумочке номерок. Так. И после этого как-то вот он мне понравился. Здорово. Вы сейчас чем занимаетесь, кроме того, что вы работаете? Нет. Я еще работаю у вас. Вы ищете работу у нас? А, это совсем другой вопрос. На что вы готовы, это сверху спрашивают у нас из аппарата. Да, там на самом деле около микрофона собралась вся аппаратная, и все спрашивают, на что вы готовы ради того, чтобы здесь работать? Ну, смотрю, какие условия. Ребят, какие условия, ребят, можно по-громкой сказать. Они воздерживались, испугались. Нас-то нам бразу бросать не боятся. Так, ну, может быть... А в офисе вы работали когда-нибудь? Да, я работала в банке. Вот. К теме нашей. Давно? Нет. Уже расцвет соцсетей произошел активно? Произошел. У вас были закрыты доступы к соцсетям, там, не знаю, к мессенджерам? У нас доступ в интернет вообще был закрыт, нам можно было пользоваться только двумя сайтами. А что за банк такой? Давайте не будем работать. Название не надо говорить, но это какой-то российский госзакрыт банк. Первый российский банк. Достаточно большой банк, всем известный. А вы кем вы трудились там? Я работала... Закрывателем интернета. Птичнику. Нет, я работала в клиентской поддержке. Ну, а подожди, а это было продиктовано... Да, смотрите на меня, вот сейчас так фотографирую. Это было продиктовано производственной необходимостью, чтобы сотрудники не зависали, в смысле, в соцсетях или какой-то коммерческой, не знаю, тайной и информационной безопасности? В нашем отделе у нас было очень мало времени на соцсети. Если кто-то попадал с телефона своего, то, естественно, клиенты срывались, потом были жалобы в банк, и нам приходилось увольняться. Нам приходилось увольняться. Я сам, я понимаю, что я залез в соцсеть, я вынужден уволиться. Ну, что-то в этом роде. Так, ну что, прервемся на небольшую паузу, потому что я чувствую, что там в биографии столько всего интересного. Номерки, Монголия, стейки из лошадей. Уху! Пауза. Мы не зря, кстати, говорили, надо зрителям посвятить, что про соцсети, потому что новость была, что работники этих, как их называют, офисов, офисов, да, они считают, что соцсети – это главное зло. Ну, примерно мы поняли, да, что бывают действительно драконовские методы у работодателей, когда они запрещают это. Но у вас есть новость, что более интересное. Да, у меня есть новость, она очень интересная, я думаю, для вас. Да, ну только подождите, вы на кастинге, да, все. Вы должны сидеть прямо, грудь, вы куда? Ну, или как вы представляете себе работу ведущих, вот точно так же, вот ваши камеры под номером два, и пошел джингл. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Извините, поехали. Можно я зачитаю? В Нидерландах бывший священник и действующий эксперт по вопросам секса открыл магазин интимтоваров, ориентированный на религиозных покупателей. По мнению владельца магазина, бывшего паспорта Марк Ангента, секс-шоп призван помочь христианам побороть чувство вины и стыда. Вот так вот. На сегодняшний день этот магазин называется «Сад любви». Посетители могут не только заказать интимные товары, но и... В социальных сетях целомудренно как-то это посмотреть, потому что все в красивых упаковках, в аккуратных... Если вкрасим в красивых... В очень аккуратных и очень сдержанных упаковках. Как-то... А также они могут ознакомиться с обучающими и познавательными материалами. Вот. А на сегодняшний день «Сад любви» стал не первым магазином товаров интимного. Все, дальше реклама уже не надо. Ну, что можно сказать? Во-первых, вы очень живо отреагировали на нее, да? Нельзя. Нельзя. Нельзя личного отношения давать новости. Вот. Я понимаю, зацепила, но ничего, это такая работа. Желание возникло залезть в соцсеть, посмотреть на эти упаковки? Нет. Это хорошо. Это хорошо. Да. Это значит высокая нравственность и прочее нужно нам качество. Ничего себе, человек стейки из лошадей ест высокая нравственность. Ну, где-то прибыл, прибыл, где-то убыл. Ловим вас на условия. Вот эта вот сцена сейчас. Она ваша на сколько? Сколько у нас? 40 минут до конца осталось? 40 минут у вас. 40 минут. 10 секунд. 10 секунд можете обратиться к стране. К России, к Непонголии. Обратиться к России? Да, вот там вот видите, в темноте. Я хочу сказать, чтобы Россия желала, потому что желание сбывается, чтобы мечтала. Мечты тоже сбываются. Я когда-то мечтала побывать у вас в студии, смотрела все ваши передачи. Да вы что? Поэтому Россия мечта, и мечты сбываются, сбываются только хорошие мечты. Всем доброго вечера. Сталось добавить как Газпрома, почему-то какая-то фраза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова